Лечебные свойства герани. Для женского здоровья, баланс гормонов, га. Герань красная. Эфирная мала, которая содержится в герани в достаточном количестве, нормализует баланс гормонов. В связи с тем, что все больше женщин жалуются на гормональный дисбаланс, рецепт восстанавливающего чая будет кстати. Выбирайте герань с красными ажурными лепестками, похожими на маленькие розочки. Эти лепестки лучше не засушивать, а дать лишь немного полежать. Так вы сохраните больше эфирного масла в составе каждого лепесточка. Далее выкладывайте в термос или термокружку и залив кипятком, даете настояться. Можно добавлять другие травы. Таким образом вы еще и усилите их свойства. Можно пить отдельно. Повысьте биологическую доступность фиточия с лепестками, красной герани молоком, сухофруктами или медом. Однако, избегайте приемов в критические дни, а также в период овуляции. То есть принимать чай с геранью надо во второй фазе цикла. Это связано с тем, что герань стимулирует кору надпочечников. В них вырабатываются андрогены, которые являются предшественниками эстрогенов. В первой же фазе цикла количество эстрогенов в крови женщины повышено. Нежные лепестки при повышенной возбудимости 3. Герань белая. Успокоит, снизит учащенное сердцебиение, устранит симптомы гипертонии герань, цветущие белыми или розовыми лепестками. Запаривать лепестки желательно так же, как в предыдущем рецепте. Но не увлекайтесь таким чаем. Прием длительностью более 5-7 дней может навредить вашему здоровью. Масло же герани является отличным антидепрессантов, как и большинство цветочных масел. Практика применения масла показывала, что многие люди даже при незначительном применении масла герани не могли долго уснуть и были в возбужденном состоянии. Оно как бы выводит из состояния стопора. Поскольку влияние на эмоциональное состояние женщины достаточно сильное, будьте аккуратны при его применении. Лифтинговые процедуры с маслом гераньем. Любой дорогостоящий лифтинговый крем меркнет по сравнению с маслом герани. Это масло можно купить, а можно сделать своими руками. Для этого кашицу из свежих листьев и лепестков герани заливайте базовым маслом в соотношении 1-1-10 мл масла основы 10 грамм листьев и лепестков. Выдерживайте масляный инфус около 10 дней и процеживайте в стеклянную тару для хранения. Я пробовала сочетать масло герани с фейсформингом для контура лица. Результат ощутила уже в конце первой недели. Вот мои упражнения. 1. Нанести масло герани массажными движениями, уделив особое внимание контур лица и шеи. Напрягая мышцы шеи, с усилием произносите звук и от 15 до 25 раз. 2. Вытягивая губы вперед, произносите звук. 3. Почувствуйте напряжение мышц. Число повторений такое же, как и в предыдущем упражнении. 3. Поднимайте подбородок и нижнюю губу вверх. Рот при этом закрыт. Следите за тем, чтобы направление движения нижней губы было строго прямым. 4. И последнее упражнение. Приложите пальцы к подбородку. Подбородок и шею вы напрягаете, а пальцами надавливаете на мышцы подбородка. Очень хорошо тонизирует кожу, так живет из герани. Из стакана листьев и цветков отжать сок. Для этого их мелко порвать руками, уложить на отрезок марли, два слоя, и придавливая и отжимать сок. Сок развести водой, одного на два стакана. Вылить в формочки для льда и поставить в морозилку. Утреннее протирание лица. Таким льдом освежает лицо, добавляет румянца и даже повышает настроение. Масло герани стимулирует лимфатическую систему. А это значит, что оно незаменимо при массажах, особенно антицеллюлитных. Профессиональные массажисты добавляют его в массажные масла и кремы. Добавьте к этому свойству еще и лифтинговую способность. Представляете какой чудодейственный комплекс получается. Герани от перхоти избавит, а волос крепче и сильнее станет. Для этого эффекта достаточно добавить в любую маску, на основе базового растительного масла или меда, 3-4 капли эфирного масла герани. А если от простого к сложному, то лечение геранью перхоти. Начните с добавки в шампун-настойки герани, 10 капель настойки на дозу шампуня для... Как и при любой лечебной процедуре с шампунем, его надо 3-5 минут подержать на волосах. Все гениально и просто. И порой самые обыденные вещи способны вернуть нам здоровье, уверенность и радость. Этот чудодейственный цветок еще может нормализовать артериальное давление. Для этого берут двух листочка, их нужно опустить в воду и аккуратно положить на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу, потом скрутить листики в трубочку, ложитесь и заложить в уши на 2 часа. Начинается сильный зуд в ушах. Теперь надо терпеть кто сколько может. В первый раз выдерживают мин 15-20. В течение этого времени любое давление нормализуется. Попробуйте, ей. Как известно, собаки и кошки очень часто страдают от ушных клещей. Для их лечения в ушко любимца следует положить несколько листочков растения. Как правило, проблема исчезает быстро. А чтобы сделать шерсть блестящей и густой, нужно время от времени втирать в нее сок растения. Мягкий знак Н. Даже поставив герань просто в вазу на столе, можете быть уверены, что воздух в вашем помещении будет исключительно чистым, так как выделяемые из листочков растения и вещества обладают эффективными очистительными для воздуха свойствами. При отитее. Отит у детей и взрослых лечится обыкновенным прикладыванием листочка герани в ушную раковину. При насморке. От насморка можно избавиться, закапав в нос пару капель свежего сока герани. Также лечение геранью помогает в борьбе с такой сезонной болезнью, как ОРЗ. При астрохондрозе. Листья герани тщательно измельчают и прилаживают на больное место в качестве компресса. Компресс оставляют на ночь, а утром больное место промывают теплой водой. Для нормализации давления им. Чтобы привести повышенное либо пониженное давление в норму на левое запястье, прикладывают листочек герани. При зубной болезе. От зубной боли можно избавиться, приложив лист герани на пораженный болью зуб. Для вывода камней с почекем. Следует регулярно пить отвары герани. Герани растворяют, а не выталкивают камни, поэтому лечение геранью не вызывает какой-либо боли. Внимание! Перед использованием в качестве средства народной медицины, либо в косметических процедурах, пройдите тест на аллергию. Для этого приложите надрезанный листочек герани на запястье. Тон.